Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители. Рада всех приветствовать на нашем с вами канале, на моем авторском канале Кидубна Лайф. Все о жизни в Венесе. Да, все, что вижу, что проживаю, что знаю. Всем делюсь, вам показываю. Так, вот, что мне это сразу при входе. Мы находимся с вами в аутлете обуви Квелла Густо. Это правильно в переводе значит. Вот, и что у нас? Сколько стоит сейчас? Такая была цена, а сейчас вот такая. Давайте примерим. У меня 37-38, просто одену на ногу. Вы знаете, что на песок, вот я была на пляжике, и очень жаркий песок. Просто невозможно, чтобы была все-таки платформа, вы знаете. Все-таки надо платформу на пляж. Классные. За 30 евро хорошие. Можно купить. Давайте пройдемся, потому что я вижу, что много есть скидок и много новой обуви. Я сегодня привезла тоже людей сюда. И пока они там себе выбирают, оставила их спокойно выбирать. А сама уже, думаю, пройдусь, вам покажу. Музыку тише сделать невозможно, потому что у них, ну так, регули, регули. Должно быть так в магазине, и так вот музыка. Так что я знаю, что монетизация не пойдет. Но снимать вам без слов тоже не хочу, потому что хочу давать вам свои комментарии. Значит, это любимая марка итальянцев. Кстати, итальянок. Итальянок в возрасте, ну вот, 50+. Может быть, я так уже загнала. 50+. Может быть, и моложе люди, которые итальянки, которые любят этот бренд. Но мне он что-то никогда не нравился. Не знаю почему. Но как-то никогда. Или не мои модели. Это ни сумки мне не нравятся, ни обувь не нравятся этого бренда. Ценовая политика вот такая. Обратите внимание. Вот. Мне больше нравится. Давайте посмотрим, что мне больше нравится. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. О, вот эти классные. Кожа. Да, кожа хорошая. Цена. 48,50. Давайте померю. Не знаю, какой размер. 37 вроде на витрине. Мы его сейчас обуем тоже, чтобы видели, как на ноге. Я поставлю рядом свои Michael Kors. Хочу, что Michael Kors это только марка, потому что нога все равно шатается. А вот в этом зафиксированная ножка. В этой модельке зафиксированная ножка. Супер. В основном, конечно, скидки на лето. Пляжные варианты. Кстати, принт анималистический, это тоже любимый принт итальянок. Просто его надо одевать со вкусом. Мера должна быть во всем. Если вы взяли уже сумку, то уже ничего больше не берите. Если вы взяли обувь, то тоже уже возьмите. Просто как акцент надо брать, а не одеваться полностью в леопард или в зебру. Но в основном итальянки любят леопард, честно говоря. И вообще говорят, что итальянцы носят только черное. Нет, это неправда. Итальянки любят яркую одежду. Или, может, это в нашем регионе. Не знаю. Но вот тут, где живу я, зона Вене, это Венецианская область, да, Венеция. Тут все любят как-то ярко одеваться. Ну, давайте пройдемся еще туда. На второй этаж я не хочу подниматься. А знаете почему? Потому что там все мужское. А у меня аудитория вроде как женская. Больше женская. А, да, это я сегодня. Заметаю полы. Тоже есть эта марка сумки. Где-то недорогая относительно. Ну, относительно. Сумки и обувь этой марки. Сальди написано до 70%, пока я не видела ни на какой паре. Обуви 70%. Максимум пока я видела 50%. А пишут. Пишут разные. Заманилка, как везде. Италия ничем не отличается от других. Вот 40-40, как видите, да. Да? От других стран ничем не отличается. Видите, яркость в обуви тоже. Одежда обувь яркая. Даже в таком, вижу, девочки ходят. Вот я была на вечеринке. Но там было, конечно, от Versace оригинал. Ну, носят такую платформу. Так, а это что? Кош-зам. Кош-зам. А что это? Ага, вот такой. Куртка, не куртка, жакет, не жакет. Кевин Клайн. Где-то немножко всего собрано. В основном, конечно, обувь. Но есть разного понемножку. Веченца. Помним, да? Город Веченца. Город Андреа Палладио. Почему? Потому что Андреа Палладио архитектор. И в основном город Веченца построен... Ну, не в основном. Это по его проекту все построено. Там даже вот площадь напоминает немножко венецианскую, Сан-Марко. Вот и Веченца. Вот когда я тоже была на этой вечеринке, я познакомилась с Стефаном, который имеет свою фабрику Веченца. Но он отшивает обувь персонально по заказу. Каждому на свою ножку. Вот если у меня перекос, например, то отшивается тоже соотносительно моим ножкам. Типа артибедическая, понимаете? Вот так. Вот это должна быть удобная, правда? Вот смотрите, как тут сделан этот каблук. Я такого не ношу. Но люди, которые носят каблук, то я смотрю, что можно подобрать удобную обувь. А это Луи Джо. Это Луи Джо. С таким каблуком. Это тоже итальянская марка. Когда-то раньше я думала Луи Джо. Женнифер Лопес марка ее. А потом как-то прочитала, объяснила, разговаривала с людьми. Вот 30% Луи Джо. И стоит 1,18. И прочитала, что это марка итальянская. Так. Вот это ГЭС. ГЭС Виталий что-то не ценится. Вот среди итальянцев нет. И странеры. Странеры это иностранцы, такие как я. Они покупают ГЭС. А коренные итальянки нет. Не покупают. Что-то они не уважают эту фирму. Вот это все ГЭС у нас. Вот. Полностью. А вот это джинсовые, я смотрю, тоже интересные, да? Интересные. 94,50. Хорошенькие. Кирилл, да? Угу. Ну, смотрите, девочки. Ну, это 39, мне, наверное, 38. Мне они вообще не надо. Я просто вам показываю, что это ГЭС. Пиздеца, пожалуйста, да? Что это ГЭС. И что это очень удобная колодка. Джинсовые. Очень классные. Если бы не было куда ходить, очень удобные. Очень хорошие. Смотрите, сколько блеска. Ну, эти же дубовые, дубовые. Вот если ГЭС я померила, я приятно удивлена. Потому что у меня в ГЭС были кроссовки. И мне они были очень удобные, классные. А я еще одела ГЭСовские була. Вот сейчас ГЭСовские босоножки. Босоножки, вот где лодочки джинсовые. Боже, какие они удобные. Удобные, устойчивые. Я даже и не думала, что обувь от ГЭС такая удобная. Я вам показываю, какие яркие цвета и сколько блеска. Что носит Италия, что носят итальянки. Можно и так назвать. Какую обувь предпочитают итальянки. Можно и так видео назвать. Ну, вот смотрите, и это будет красиво на ножки, да? Если есть куда выйти. Вот сегодня я вот утром выходила в банк, одевала свой вискозо-шелковый. Там вискозо и шелк, конечно, в составе костюм. Я в инстаграме выставила. Вот серый холодный свет. И вот, конечно, такая обувь была бы туда супер. Но я брала миолием, чтобы мне было удобно. Ну и такая обувь была бы супер. Вот и Брачеллини. Сумки Брачеллини мы знаем. Сумки такие партикуляры, как говорю. Они с картинками прям. Брачеллини. Вот, как пишется Брачеллини. Вот Брачеллини. Брачеллини есть сумки, есть обувь, есть часы. У меня были часы нехорошие качества. Но сила где-то полгода. И потом уже ремонту они не подлежат. Вот, вот эти очень удобные, кстати. 133 евро сейчас. А, 99. Мягенькие, удобные. Кому надо. Удобная, мягкая обувь. Но каждому же своё, понимаете? То, что я вам показываю, рассказываю, нравится, не нравится. Я всегда напоминаю. Это чисто моё. Это ж у каждого своя нога, свой вкус. Вот, хорошие. Но я просто такое не обую, потому что это не моё. Понимаете, Лаура Биаджотти. Лаура Биаджотти Курзам. Всё, да. Сумки и обувь. Да, я придумала. Так и назовём, какую обувь носят итальянки. Вот, пожалуйста. Маскина были 209, сейчас 104. 50% на маскина. Это 37, наверное. Я просто даже не смотрела. Я взяла, чтобы померить. Ножка получается аккуратно маленькая, да? Мой 38-й выглядит аккуратненько. Вот это девочки, у которых маленький рост. Просто сказочные, правда? Да, красиво сделанные. Просто супер. Лаура Биаджотти Курзам. Не перекручу камеру, сейчас всё не будет. Вот это. Вот такая классная штучка. Она такая хорошенькая для таких нежных, невысокого роста, таких тендитных, я скажу, таких стекозок, женщин. Красиво, да? Намерилась сегодня. Сегодня меня люди с Украины. Надо вам записать видео, какие туристы сейчас приезжают. Меня спрашивают, а кто кем сейчас приезжает? А откуда? Надо записать вам отдельное видео, я так думаю. Все с вами пообщаться, да? Намерилась сегодня. Давайте на этом наше видео закончим. Так я его и назову. Какую обувь носят итальянки? Ребекка, made in Italy, 79-70. Я считаю, что очень удобно. Что ещё эти померить? Можно точно говорить вам. До свидания, папусики, и до скорых встреч. Мирия. Эти мне неудобно. Мне всё-таки идут лодочки с острым носочком. И на этом, мои дорогие друзья, мы будем заканчивать сегодняшний наш видеообзор. Это уже точно. Я вам говорю всем, папусики, и до скорых встреч, друзья. Чао-чао. Чао-чао. Продолжение следует...